МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Гимн России в честь бывших иностранцев. Выходцы зарубежных стран получили сегодня паспорта граждан РФ. На границе Дагестана обнаружен калифорнийский ТРИПС. Присочена очередная попытка ввоза зараженной продукции из Ирана. Новые правила для автовладельцев. О том, какой закон приняли в Госдуме для нарушителей правил дорожного движения, смотрите в выпуске. 50 выходцев зарубежья получили паспорта граждан РФ. Вручение документов состоялось в управлении Миграционной службы Республики. На столь знаменательном событии побывал и мой коллега Камиль Девятов. Гражданин России – самое высокое звание. А паспорт – это основной его документ, удостоверяющий личность. В управлении по вопросам миграции прошло торжественное вручение паспортов граждан России. По традиции, как мы уже год-полтора работаем в торжественном остановке, мы вручаем паспорта гражданинам Российской Федерации, иностранным гражданам, которые изъявили желание стать, гражданинам великой, могучей страны под названием Россия. 50 выходцев из ближнего зарубежья, пройдя многие жизненные трудности, стали обладателями вот этого долгожданного документа. Гражданин России Святослав Житко-Усков пять лет назад приехал из Донецка в Махачкалу вместе с супругой. Молодые люди с первых дней шли к цели стать россиянами, и вот этот день настал. Конечно, эмоции очень зашкаливают, потому что ждали этого, можно сказать, пять лет, и получить вот эту бумажечку было крайне приятно, и надеемся, что теперь не только мы, но еще и все, кто хочет стремиться и идет к этой цели, как и мы, в свою очередь, так же достигнут и так же будут рады. Все больше и больше выходцев из Советского Союза обращаются в миграционную службу, чтобы стать гражданами Российской Федерации. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Дагестане вновь пресечена попытка ввоза зараженной продукции из Ирана. На сей раз в партии свежего листового салата «Латука» обнаружен один из опаснейших вредителей цветов и переносчиков вирусов растений – калифорнийский трипс. Около 17 тонн зараженной продукции отправлено обратно в страну экспортер. На минувшей неделе госинспекторами Россельхознадзора в пункте пропуска Яра Казмоляра опасное насекомое было выявлено дважды. За попытку ввоза на территорию страны зараженной продукции владельцы груза привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КУАП РФ. Отметим, что ущерб от распространения этого вида насекомых мог быть колоссальным. Он наносит вред декоративным цветам, а также снижает урожайность фруктовых, овощных и некоторых других культур. Виновникам крупных ДТП ужесточат наказание. В Госдуме накануне приняли соответствующий закон. Теперь, если водитель скрылся с места происшествия, в котором серьезно пострадали или погибли люди, то закон в таком случае предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 9 лет. Срок ареста будет зависеть от степени нанесенных увечий. Напомним, что сегодня, в том случае, если автолюбитель скрылся с места ДТП, ему грозит лишение прав от года до полутора лет, либо арест на срок до 15 суток. Сегодня в республике отметили День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Сравнителем молодой праздник был учрежден 12 августа 2010 года приказом бывшего министра внутренних дел Российской Федерации Рашида Нургалиева. Сегодня мы отдаем дань уважения и благодарности всем тем, кто посвятил свою жизнь службе МВД в защите граждан, обеспечению законности, борьбе к преступности в стране. Ветераны занимают особое место в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации. Естественно, в наших сердцах вы сделали огромный профессиональный жизненный вклад в опыт и ваш опыт, он, естественно, незаменим для воспитания нового поколения защитников отечественного правопорядка. Только в прошлом году наставниками для молодых сотрудников стали свыше 35 тысяч ветеранов, при непосредственном участии которых раскрыты десятки тысяч преступлений. Касаемо нашего молодого поколения, которые приступили к несению службы, которые обеспечивают безопасность дорожного движения, мне хотелось бы пожелать, конечно, в первую очередь, чтобы они оставались достойными сотрудниками. Потому что наш, как говорится, отец Дежинский сказал, что сотрудник должен быть с холодной головой, чистыми руками и горячим сердцем. Дай Бог, чтобы наши сотрудники такими и оставались всегда. Акция «Осторожно!» Корь прошла сегодня в Махачкале. В ее рамках горожанам дарили красные шары и напоминали о важности вакцинации. Медики-волонтеры проекта «Здоровое будущее» рассказали населению о коре, ее симптомах и способах иммунизации. А координатор мероприятия Зумруд Бучаева отметила основные причины всплеска заболеваемости. Единственным источником и резервуаром инфекции являются заболевшие корею люди. Нужно понимать и помнить, что ни маска, ни противовирусные препараты не смогут вас защитить. Единственная защита – это вакцинация. С каждым годом в Дагестане число лиц, отказавшихся от вакцинации, к сожалению, растет. Этим обусловлен всплеск заболеваемости в нашем регионе. Отметим, по данным Минздрава Республики, с начала этого года зарегистрировано более 100 случаев заболевания корею. Для сравнения, за весь 2017 год в Дагестане их было 99, а в 2018 году вирус подхватили 280 человек, большинство из которых дети. Мэр Махачкалы накануне провел встречу с представителями общественных организаций и СМИ. Встреча прошла прямо в парке. Градоначальник вместе с общественниками осмотрел территорию и ответил на самые актуальные вопросы на сегодняшний день. Общественники обеспокоены строительством частных объектов на территории парка. В беседе с мэром они затронули вопрос высадки зеленых насаждений и создания зон отдыха. Не осталось без внимания и планирующееся возведение колеса обозрения. Вот если инвестору необходимо поставить колесо, зачем ему отдали 7 тысяч квадратных метров земли, когда под колесом гораздо меньше может землю обходиться. Собственник земельного участка, выделяя данный земельный участок, то есть администрация города Махачкалы, не исходит из того, что она выделяет его под капитальный объект, который потом подлежит выкупу, под эксплуатацию этого объекта. Данный земельный участок выделяется именно для эксплуатации под арендную плату. В частные руки территорию никто не передает. Создание аттракциона, по словам мэра, позволит организовать 20 постоянных и 10 сезонных рабочих мест. Это дополнительное поступление в городской бюджет. Средства от деятельности аттракциона будут идти на благоустройство парка. Эти вопросы открыты и прозрачны, уверяет Салман Дадаев. У меня просьба такая, уважаемый мэр города, можем ли мы заслушать на общественные советы подрядчиков или кто непосредственно планирует. Потому что это такая закрытая тема, непрозрачности нет. А для общественных нужно доступ к информации, прозрачность. Вот пригласить на общественный совет ту организацию, которую планируют. И пусть показывают, презентуют проект, расскажут, сколько они деревьев посадят, сколько кустарников посадят, какую детскую площадку они создадут, сколько людей будет работать. Может быть, опять-таки, общественный совет должен потом и за работой этого колеса наблюдать. Давайте, пожалуйста. Мэр столицы сообщил также, что парк будет условно поделен на несколько зон, где будет место для пассивного отдыха жителей и гостей столицы региона, спортивная зона и место для развлекательных мероприятий. Далее прервемся на краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. Не переключайтесь. В предгорных и горных районах Дагестана ожидаются заморозки, предупреждает МЧС. Резкое похолодание в республике ожидается в ближайшие трое суток. В горных районах синоптики прогнозируют до минус 4 градусов. По мнению эксперта, возможны повреждения и гибель сельскохозяйственных культур. Во избежание этого специалисты рекомендуют создавать дымовую завесу. Корову и быки насмерть запотали 69-летнего мужчину. Несчастный случай произошел в селе Степное Кизлярского района. Тело мужчины было найдено во вторник. Он скончался от полученных телесных повреждений в результате нападения крупного рогатого скота. Житель Махачкалы попытался украсть забор Анжи-арены. 21-летний парень был пойман правоохранительными органами в момент разбора ограждения стадиона. При проверке кузова машины полицейские обнаружили у подозреваемого 17 секций из металла. Молодой человек признался, что планировал сдать собранный налом. По подсчетам специалистов, за забор преступник получил бы 110 тысяч рублей. Госдума приняла закон об автономном рунете. Теперь Россия практически готова к отключению от мирового интернет-пространства. Гипотеза создателей законопроекта такова, что ключевые структуры интернета находятся за рубежом. Следовательно, Россия не может полностью контролировать работоспособность сети. Потенциально враждебное государство сможет его отключить россиянам. Отчего, по словам авторов, и нужно обеспечить страну якобы безопасной и устойчивой сетью. Закон об изоляции российского сегмента интернета вступит в силу 1 ноября этого года. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Бахтияр Ахмедов и чемпион Мира Абдусалам Гадиса встретились со школьниками Баба-Юртовского района. О чем титулованные спортсмены говорили с детьми, узнаем в материале Курбана Рагимова. Овации, танцы и стихи – так встречают чемпионов в Хасанайской школе. После приветственных слов беседа проходит в формате вопрос-ответ. Детей интересует все. Первые шаги в спорте Абдусалама Гадисова и самые громкие победы Бахтияра Ахмедова. После встречи школьники еще долго не отпускают своих гостей. Большой ажиотаж вызвал приезд и в Адиль Янги Юрт. Стены актового зала местной школы едва вместили всех желающих. Гости делились богатым жизненным опытом, говорили о трудностях на пути к успеху и на путствовали учащихся. Желаем вам незыблемых высот. Вы должны осознать, что самый ценный ресурс жизни – это время. Сейчас у вас есть время. И это время своей жизни вы должны правильно распределить, правильно расставить приоритеты и ценности в жизни. И именно от этого будет зависеть не только ваша судьба, но и судьба ваших родных, близких и вашей отчизны. Кульминацией этого дня стал мини-турнир в райцентре. Под присмотром почетных гостей участники показали все, чему их обучали тренеры. В яркой борьбе награды в единственном весе до 65 килограммов оспаривали 9 вольников. В финале Гаджмурат Курман-Алиев взял верх над Артуром Гамидовым. Все призеры получили кубки и денежные премии из рук чемпионов. Бахтер Ахмедов, Абусалам Гадисов приехали по нашей инициативе. Мы хотели пригласить для того, чтобы познакомиться с нашей молодежью, чтобы наша молодежь воочию увидела этих легенд спорта. Этих людей, которые, в принципе, сделали все в мировом спорте, показали, прославили наш Дагестан. Очень приятно, что данный, можно сказать, марафон спорта мы завершаем именно этим спортивным мероприятием, турниром, который посвящен памяти нашего выдающегося Бабаютовца, человек, который отдал жизнь за мирное небо головой, чтобы наши дети, наши отцы, наши матери распали спокойно. Вот, Закареев Дагир Махмудович. Карьера у чемпионов не вечная, но именно спорт закаляет характер. Об этом гости рассказывали уже в заключительной беседе. Именитых спортсменов окружили свыше сотни детей и взрослых. Мы были в нескольких селах и общались тоже с ребятами, с молодежью. Мы приехали не маленькой командой, с нами приехали еще наши друзья, наши братья, которые, к сожалению, не добились больших высот, не стали олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. Но они в жизни добились того, что является самым главным. Они стали настоящими людьми, настоящими чемпионами по жизни. Я хочу вам сказать, что вы посмотрели друг на друга, чтобы вы относились, вот рядом, кто у вас стоит, вы по жизни, чтобы были братьями друг для друга. День выдался насыщенным, но чемпионы уверяют, они всегда открыты для подобных мероприятий. Ну, это, прежде всего, наш долг, как спортсменов, олимпийцев, членов сборной России. Я думаю, это нас не должно утомлять. Ну, конечно, целый день на ногах немножко утомляет, но видишь радость на лицах детей и усталость снимает рукой. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Баба-Юртовский район. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова